Привет, друзья! Как я уже говорил в предыдущих выпусках своего журнала, я по вашей просьбе немного решил рассказать о нескольких эпизодах моей биографии, относящихся к 73-74 годам. Всё-таки это годы моей юности были для меня решающими, так, как я поменял свою профессию. Ну, понимаете, я был раньше мастером цеха, инженером на заводе, а стал теперь вот артистом эстрады, музыкантом. А по воле судьбы был к этому времени ещё и автором нескольких своих песен, причём автором музыки и текстов. Ссылки я даю в описании под этим видео. Именно эти песни я с вокально-инструментальным ансамблем «Эврика» исполнял на Всесоюзном телевидении в телевизионной передаче о ломающем таланты в 1970-71 годах прошлого столетия. Итак, наступила весна 1974 года. Я работал в ансамбле в ресторане «Пекин», как я уже говорил, в качестве поющего гитариста. Меня всё-таки призвали на службу в армию в мае этого года. По счастливой случайности я попал в ансамбль песни и пляски дивизии Дзержинского. Это практически в Москве. Балашиха. Сразу за МКАДом. И всё так совпало, что предыдущий состав эстрадной группы, ну, так называемые деды, приближались по срокам к демблю всем своим составам. А нового состава эстрады не было. Были отдельные ребята, которых вместе со мной призвали. Ну, они умели там петь, играть на гитарах в основном. В общем, как бы и всё. Но расписывать ноты на большой состав никто, кроме меня, не умел. А я это делал даже без инструмента, сидя в казарме. Мне нужна была только нотная бумага, и всё. Ну, начальство это заметило, и меня сразу назначили музыкальным руководителем эстрадной группы ансамбля песни и пляски. Репетиционная база находилась в ГДО, гарнизонном доме офицеров. Мне выдали ключи от зала, освободили от строевой службы, и я регулярно, каждый день ходил в ГДО, ну, как на работу. Ну, то есть создавал армейскую эстрадную группу с нуля. Делал репертуар, репетировал с музыкантами, и расписывал партитуры музыкальных произведений, ну, таких произведений, которые я считал необходимыми. Была полная свобода, и надо признаться, офицеры, ну, начальство, оно не вмешивалось в мою работу. Они сразу же увидели положительный результат. Да и не только они, но и деды. Перед их дембелем наш молодой армейский коллектив выступил гораздо с более интересной программой. Деды были в шоке, они себя считали крутыми. Вот и получили подарок к дембелю. Надо сказать, что все они были очень усталыми. Они отслужили уже два года. А мне надо было продержаться-то всего один год. Да и обстановка армейская мне напоминала, честно говоря, мое детство. Ведь отец мой служил офицером воинской части, и жили мы тоже в этой воинской части. Я бегал к солдатам в казарму, ел иногда солдатскую кашу в столовой, в солдатской столовой, и запах казармы мне был знаком с детства. Поэтому служить в армии мне даже показалось, ну, что ли, какой-то романтикой, знакомой. И, кстати, полезной для здоровья, так как я зарядку старался все время не пропускать с молодыми бойцами. Вот так и пролетел этот год. Вернулся я со службы тоже в мае, но уже в 1975 году. Конечно, я сразу же поехал на репетицию к веселым ребятам. Но репетиции не было. В клубе я встретил только звукорежиссера Володю, и он мне поведал о том, что они взяли певицу, как он тогда выразился, Алку Пугачеву. Ну и саксофонист у них тоже вроде уже имелся. А я решил сам для себя эту тему закрыть, и больше уже никогда не ездил в этот клуб «Красная звезда» на Белорусской. И опять-таки, по воле случая, мне предложили работать в новом ансамбле гитаристам. И мне, честно говоря, повезло. Это были очень интеллигентные ребята и музыканты, ну просто высшей категории, что ли. Джазмены номер раз. Посмотрите, вот здесь на этом фото слева басист Владимир Смоленицкий работал с Игорем Брилем в его джазовом трио, как, впрочем, и ударник Евгений Казарян. Это и было знаменитое трио в 60-х годах, трио Игоря Бриля, нашего прославленного пианиста международного уровня, ныне здравствующего, кстати говоря. А певица Елена Елманова впоследствии стала супругой Владимира Смоленицкого, пела великолепно джаз, ну и все, что было необходимо для работы. Ну и еще саксофонист Валерий Ароновский закончил Московскую консерваторию по классу кларнета, и клавишник мой друг до нынешнего времени это Руслан Беликов, великолепный пианист, работавший до этого в вокально-инструментальном ансамбле «Черивни и гитары», а после нас в вокальном инструментальном ансамбле «Голубые гитары» под руководством Игоря Гранова. Это была очень хорошая команда крепких музыкантов. Мы вместе отработали с 75-го почти по 80-й год. Пять лет. Отмечали все дни рождения вместе. Редко, когда были какие-то разборки между собой. Словом, все было здорово. «Что же мы исполняли в те годы?» Я даю ссылки на список популярных песен здесь, внизу, под этим видео. Скажу только одно. Мы застали переходный период смены музыкального жанра от живого звучания к электронному сэмплированному звуку. «Что это такое?» Спросите вы. Но об этом я уже расскажу в своих дальнейших передачах. На этом разрешите мне, друзья, откланяться. Всегда напоминаю вам о подписке на мой канал с колокольчиком. Смотрите все мои плейлисты. Там достаточно много песен, в том числе и моих. Много авторской саксофоновой музыки и прочее-прочее. Пока, друзья. Увидимся во вторник и в пятницу в 18.00. Всем вам удачи, здоровья и везения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok